ну что ж сейчас я вам покажу как я работаю над творческими работами в авторской техники акварель плюс белила гуашево белила вот такие вот меня кисти они старенькие потрепанные некоторым из них почти 20 лет но меня не вполне устраивает и я проступаю начинаю работать большой кисточкой задаю сразу большие тональные отношения это работа на заказ работа по мотивам одной моей старенькой работы маслом то есть люди просили сделать работу схожей стилистики схожие тематики но акварелью именно это мы сейчас и будем делать я не буду записывать весь лист то есть я где-то буду оставлять какие-то поля беленькие белые поля в общем-то при оформлении в паспарту при оформлении в раму смотрится очень очень выигрышно очень хорошо очень интересно то есть они подчеркивают нашу акварель q как бы отделяет ее от окружающего макро мира то есть микро мир картины с помощью вот этих вот белых полей будет отделен вот макро мира в котором мы живем дополнительно для этого как бы еще и существуют и рамы и паспарту ну а вот этим и вот белыми полями мы все это еще дополнительно усилим задаю и тонально цветовые отношения товар а тонально цветовой строй нашей будущей работы акварель в общем-то техника империзационная и именно этим я сейчас и занимаюсь у нас будет какой-то такой немножечко утреннее состояние старый город крыши утро что-то такое слегка ностальгическое у меня ленинградские акварельные краски единственное как бы что у меня свой набор красок немножечко мой набор красок он отличается от покупного набора то есть меня практически нет коричневых красок то есть я их все выложил у меня много холодных красок у меня много каких-то красных оттенков коричневые краски я не использую то есть по моему как бы мне и коричневые краски все вот эти вот сиены умбры марсы они не особенно нужны в акварели то есть в принципе это по моему мнению опять же его не навязываю это мою мне я к этому пришел в общем-то за 15 лет своей творческой деятельности и пошел потому что коричневые цвета это просто грязь на палитре там смешали 3-4 цвета и вот у вас как бы коричневые оттенки то есть зачем их дополнительно подмешивать подмешивать в акварель зачем гасить грязнить цвет и я в общем-то не особенно понимаю единственный как вот из коричневых цветов которые я все же использую это где-то вот возможно английская красная индийская красная охра красная то есть какие-то железно-укисные красные опять же это мое мнение это мой творческий метод то сейчас речь идет не об обучении в обучающем процессе а а творческой работе конечно если вы только учитесь куда-то вот ходите на какие-то курсы школу или художественное училище конечно нужно иметь полный набор красок полный набор цветов пробовать искать смешивать искать свой стиль искать свою манеру творческую в общем то то что я сейчас сделаю это не акварель чистом виде это скорее какая-то графика потому что все таки вот какие основные вратительные средства в живописи и в графике в графике это конечно же линия это конечно же силуэт пятно красивое пятно живописи и прежде всего цвет 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 еще раз цвет у меня здесь скорее скорее работает силуэт скорее работать силуэт скорее работает и ритм то есть 10 скорее как бы превалируют какие-то графические выразительные средства над живописными цветом я всего лишь подсвечиваю подсвечиваю предварительно сделанный графический рисунок для рисунки я использовал масляно-угольный карандаш чистый угольный карандаш он дает достаточно толстую линию которые в общем-то в дальнейшем под акварелью плывет размазывается масляно-угольный карандаш он же как бы от воды не течет не плывет не размазывается в общем в общем в общем вполне терпит все вот эти вот живописности акварельности в общем вода ему нисколько не вредит и никак его не портит давайте какую-нибудь тут тучку и ведем что ли для чего я тут вожу чтобы подчеркнуть вот эту вот мокрость крыш да то есть мы уже решили что у нас будет утреннее состояние ну чем характерно утреннее состояние ну чем его отличие от скажем закатного вечернего ну прежде всего некой сырость туманом росой и вот кто ходил на пленэр на городской рано-рано утром я на него ходил будучи студентом обычно я ходил на этюды часиков 8 пол девятого потому что занятие были спаси с 9 и я старался сделать перед занятием небольшой чудик и вот я часто наблюдал как бы мокрые крыши мокрые отрасы крыши очень мне это дело нравилось ну и воздух он такой чуть-чуть такой мутноватый такой с дымкой чуть-чуть все-таки вот в городе на природе маленько по-другому но вот в городе закат ветер воздух ясный воздух чистый воздух прозрачный а вот именно утром он немножко такой вот мутноватый хотя возможно тут имел эффект еще не до конца раскрытых глаз я работаю не по мокрому я работаю по сухому но в то же время какие-то отдельные приемные при приемы живописи по мокрум я использую да то есть вот 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 скажем какой-то оттеночек положил и пока он не просох я вот ввожу 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 какие-то оттенки в ней дополнительно в чистом виде акварель по мокрому я не применяю ну какие-то отдельные приемы используя с удовольствием так наверно вот на этом я отложу в сторону большую кисть это было у меня девяточкой может даже десяточка числе тут уже номер стерся за 20 лет не видно возьму кисть поменьше троечку а может быть четверочку опять же вот вот эта кисть но вот настолько старой что непонятно что это такое и начну работать над деталями мы с вами сегодня погружаемся как бы в кухню художника да потому что часто часто очень часто то что делают художник творческой работе и то что говорит этот же художник будущий преподавателем на своих занятиях не всегда соответствует одно другому и это нормально на самом деле потому что это работа творческая здесь маленькая другие творческие задачи такие у нас обычные задачи на занятиях по живописи ну прежде всего показать объем предмета показать пространство вокруг предмета да то есть что есть передний план есть ближний к нам предметы есть дальние от нас предметы затем показать тональную разницу предметов то есть что темнее что светлее ну и конечно же цвет нам надо добиться цветовой гармонии в работе творческой же работе не всегда для нас важны вот эти вот самые учебные задачи например сейчас для меня не очень принципиально принципиален объем предметов пространство да то есть работа творческая здесь скорее у меня сжатая такая плановость и как бы сжал несколько планов практически в один примерно как декорации в театре да то есть такие плоские плоские планы которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга как бы кулисы для меня сейчас важнее силуэт если бы я ставил бы перед собой какие-то учебные задачи то я возможно потерял был какие-то красивые моменты которые хотел бы сейчас показать то есть где-то у меня потерялся бы силуэт где-то у меня потерялась бы какая-то красивая линия в творческих работах некое некие вольности они допустимы но опять же они допустимы если это сделано осознанно ради чего-то не потому что художник просто не умеет понятно что это все должно быть сделано ради чего-то если мы жертвуем объемом если мы жертвуем плановостью то мы должны жертвовать этим ради чего-то в данном случае этим жертву ради красивого силуэта ради красивых чистых цветов потому что хватит такая штука которая не любит большого количества цветов слоев краски чем слоев краски меньше тем цвет более сочный более яркий чем количество слоев больше тем цвет получается более вялый более жухлый если бы мы сейчас начали бы делать полный тональный разбор нашей работы возможно вот этот красота яркость первых слоев краски она у нас конечно же пропала бы я думаю уже обратили внимание что вместо палитры я использую белой керамической блюдце почему блюдце ну бумага у нас впитывает краску бумага у нас очень сильно впитывает краску да и ты какой тот скажем навел там колер оттенок а этот оттеночек взял как бы зараза и впитался бумагу и в общем-то писать тебе нечем можно еще пластик использовать но пластик я не очень люблю потому что пластик сильно отталкивает воду и на пластике краска очень сильно собирается в капли на керамике тоже в общем-то нас где-то собирается в капли но не так интенсивно не так сильно сейчас мы будем расставлять акценты и уже совсем скоро перейдем к работе с гуашью сейчас главное нам не увлечься и не скатиться в откровенную графику потому что все таки все таки все таки акварель она красива когда прозрачная когда сквозь все свои краски просвечивает белая бумага тогда возникает ощущение внутреннего света акварель светится тогда она красива если же слоев краски слишком много парень становится вялой и жухлой то есть вот это вот ощущение внутреннего света она у нас пропадает вот такая борьба то ли нам сделать проработать объем предмета добиться каких-то очень точных тональных отношений передать все вот эти вот нюансы светотени то ли сохранить чистоту и красоту цвета тут уже наверное каждый выбирает для себя сам то есть если кому-то важнее объем пространство тот наверное будет будет их ставить угла в угла кому нравится более живописный подход тот скорее всего будет где-то оставлять работу слегка незаконченной ради того чтобы показать вот чистоту красоту вот каких-то цветовых отношений в акварели такие вещи допускаются то есть если рисунок но я сейчас говорю не про графику я говорю именно про рисунок а про академическую дисциплину как про урок как про учебную дисциплину в рисунки все таки важнее объем предмета в рисунке важнее пространство вокруг предмета материальность предмета какая-то плановость но живописи акварельная живописи особенно все таки красота цвета красота акварели ну наверное все же важнее каких-то чисто рисовальных нюансов вот так тянет меня восползти в откровенную графику на том что то что сейчас я работаю вроде бы по факту я работаю кисточкой но на самом деле я сейчас использую какие-то графичные приемы даже не приема выразительные средства то есть я работаю сейчас больше линии чем скажем заливкой акварельной или акварельной растяжкой да я эту линию делаю кисточкой но это сейчас все же наверное линия сейчас возьму совсем тонкую кисть единичку и сделаю какие-то мелочи что же тут у нас за мелочи можно немножко шпили подчеркнуть на нашей архитектурки опять же то что я сейчас сделаю это наверное ближе к графике можно какой-то намек на какой-то флюгер сделать говорится понесла из душа в рай заставь дурака обрезание делать вот так вот в этом месте вот так вот вот так вот сейчас какой-нибудь архитектор бы увидела что я рисую до универу волосы пустолеты бы еще наверное только на голове наверное все по всему телу я не архитектор и я художник поэтому я вот сам себе разрешил немножечко наплевать на логику архитектурная на логику строительные делаю делу как не нравится моя работа творческая работа то хочу то и делаю то есть опять же для меня главное что для меня главное не как это здание построена будет ли она там устойчиво или его снесет там первым же порывом ветра или она обрушит на своих жильцов вследствие неправильно рассчитанных архитектурных конструкций мне на это наплевать я думаю про красивый силуэт думаю про красивый цвет про красивую фактуру а шпили которые устремлены куда-то вверх я думаю сквозь так нам сейчас нужно вытянуть вот это вот ближайший к нам домик я что-то увлекся шпиль и и хоть я говорю что у нас как бы немножечко сжатая перспектива как воздушная так и прямая линейная но тем не менее при всей этой кулисности нашего построения кулисности имею ввиду кулисности как в театре кулисы нам тем не менее нужно каким-то образом вытянуть вот этот ближний домик опять увлекся с задним да так всегда да Продолжение следует... 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 он становится более очевидным. Продолжение следует... Работает по-прежнему троечкой. В принципе, хорошая аккурельная кисть должна собираться в острый кончик, поэтому даже крупный номер способен давать достаточно тонкие мазки. Работает по-прежнему троечкой. Давайте дадим свет на окна, да, то есть вот эти вот старинные рамы, многосуставные из большого количества фрагментиков. Работает по-прежнему троечкой. ну и наверное на этом мы закончим собственно с живописью и сейчас мы будем делать еще одну интересную штуку добавим нашей работе легкого легкого такого муара тоже сейчас берем вот такую тверную кисть будем делать и легкий легкий муар берем желтую красочку мешаем ее с белилами достаточно так жиденько все это хозяйство разводим давайте вот так вот чуть-чуть это все запрыска дымку сделаем небольшой для чего этого делаю а фиг знает для чего это делаю нравится мне и такие фотоны света у нас будут у нас достаточно светлая работа белые капли здесь бы не работали они смотрелись бы серыми а что у нас достаточно краска жидкая а вот с желтеньким очень даже ничего опять же не боимся ярких сочных капелек они у нас высохнут и станут светлее эти так подумал что давайте вот добавлю ка сюда еще оранжевого вот на небушку чуть 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 ну и здесь тоже где-то хуже не будет опять же я говорю что все это при высыхание высветлится еще нам такой муар он нам позволяет все это немножечко объединить ну и сейчас я возьму уже чистые белила и где-то брызгану прям чистыми белилами ну и наверное на этом можно остановиться не рекомендую дописывать что-либо да то есть бывает так что вот в процессе этого брызгания что-то 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 там какие-то капельки упали куда-то там на какой-то важный элемент и его стало не видно ну что ж теперь лучше такое оставить то есть мы сейчас начнем сверху что-то дорабатывать акварелькой этот мазочек он сверху будет очень смотреться инородно очень будет темно и контрастно выглядеть ну и что наверное все верны вот на этом мы остановимся такая у нас творческая работа вот он творческий процесс вот на кухню художника вот такую штуку мы с вами создали всем пока